Больше 135 населенных пунктов, где проживает свыше 86 тысяч человек, удалось спасти от подтопления. Об этом на брифинге рассказал начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций Кахарман Уразалин. Он сообщил также, что по поручению президента для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Североказахстанской и Акцюбинской областей Из государственного материального резерва разбронированы и выданы 42 единицы специальной и автомобильной техники, палатки и постельные принадлежности. 9 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники, порядка 500 водооткачивающих устройств задействованы в аварийно-спасательных работах. Всего с начала паводка эвакуировано около 62 тысяч казахстанцев, из них 15 тысяч дети. Больше 3 тысяч домов в семи регионах страны подтоплены. За последние сутки ощутлена переброска сил и средств МЧС и Министерства обороны из Мангусталовской области, город Атрау и Кульсары. Все силы и средства, сосредоточенные на предотвращении и ликвидации последствий паводков, при ухудшении ситуации будут приняты дополнительные меры. Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. 1835 человек эвакуировали из пострадавших районов Кустанайской области. Об этом сообщил заместитель Акима региона во время брифинга. 203 человека находятся в эвакуационных пунктах. В Карасузском районе идут повышения воды в реке Тюнтюгур. По прикритической отметке 914 сантиметров. Уровень сейчас составляет 969 сантиметров. Аварийно-спасательные работы в области продолжаются. Зона возможного подтопления. Карамрза, Октябрьская железнодорожная. Имеется подтопление в 36 домах села Карамрза. В районе Бимбета-Майлина при осуществлении сброса с водохранилищ Российской Федерации будут подвержены подтоплению село Ает и пять сел района. Производится обваловка начеленных пунктов, выкладка мешкотары и инертных материалов. Подготовлена вся необходимая техника, а также пункты размещения.